Всем привет друзья! Те кто следит за моим каналом знают, что я давно начал собирать информацию и видео фрагменты о достижениях в игре. Итак, я насобирал. Поэтому приятного всем просмотра и спасибо за ваши лайки и комментарии под данным видеороликом. Для начала давайте разберемся, что же это вообще за достижения такие. В мире Rare 3 достижения это как и у многих игр, специальные задания, которые не имеют определенного срока действия и могут выполняться на протяжении всей игры. За их выполнение полагается специальная награда, для каждого достижения своя. Также большинство достижений разделены на этапы и каждый из них имеет свою награду. Кроме того, они все одноразовые, выполнить их дважды не получится. В этом видео я хочу показать каждое из них получение награды за выполнение достижения и некоторые особенности. Начнем с достижений, которые имеют всего один этап. Выпить 3000 бутылок алкоголя. Выполнять данные достижения лучше всего с помощью пива. Покупаете полный рюкзак пива в магазине. После этого забиваете шкалу еды почти доверху, оставляя всего одну полоску. Для того, чтобы каждая порция пива добавляла как можно меньше в шкале алкоголя. И таким образом вы за один раз убиваете примерно 10 литров пива, то есть 20 бутылок. Дальше сбиваем это все у хойп, отвар силы не нужен, так как шкала еды нам нужна заполненной подверг. Дорогая альтернатива это освежающий отвар, который убирает шкалу алкоголя до нуля и лечит от алкоголизма, который неизбежен после залпового уничтожения пяти сотен литров пива. И да, алкоголь из бара не засчитывается. Ну и в награду, что бы вы думали? Да, опять пиво, целая бочка. Достижение выловить все сундуки. Целенаправленно выполнить это задание получится только долгой ловлей горбуши или доводчана, в другом случае вам поможет только рандом и везение. Чтобы закрыть это достижение, вам необходимо выловить три вида сундуков. Это деревянный, серебряный и какой-либо из трех редких, золотой, огненный или черный. Награда фиксированная и это однодневный тур на Сейшелы. Выполнив достижение, вы сварили тысячу котелков ухи, вы получите целую и невредимую пустую бочку. Объяснять процесс выполнения данного задания, думаю, не нужно. Тысяча рыбок и пустая бочка ваша. Приняв участие в пяти официальных турнирах, вам полагается флакон отвара удачи и медалька в специальном разделе достижений. Важный момент, необходимо быть в игре во время старта турнира на базе, где он проходит и по его завершению, чтобы он засчитался в достижении. Далее достижение, имеющее несколько этапов выполнения. Очень полезное достижение, направленное на отвары. Сварив 10 отваров, вы получите пустую бочку. В учет идут все существующие в игре отвары, как с обычных рыб, так и со звезд. После приготовления 50 отваров, вы получите призовой жетон. Самый ценный приз из всех достижений, вы получите после приготовления сотни отваров, это большой отвар мастерства. Еще одно достижение, имеющее 3 этапа, это посещение водоемов. Посетив 10 различных рыболовных баз, вы получите рандомную путевку. После посещения 20 водоемов, награда все та же. Ну и последний этап, посещение 30 баз, вам принесет все ту же случайную путевку, как правило на бесполезную и дешевую базу. Следующее достижение, наверное, самое неинтересное и также имеет 3 этапа. Вытянув из воды 5 единиц мусора, вам подарят 3000 игровых рублей. После 10 поимок сапогов или покрышек, в сумме вам положено 7000. Ну а когда вы отловите целых 30 единиц мусора, заслуженно можете считать себя экологом и отправляться очищать суздаль от бочек по подаренной вам за достижение путевки. Чем дальше, тем интереснее. Вылов редких видов рыб, в учет идут достижения только редшайшие виды рыб, которые дают очки редкостей и они могут повторяться. Поймав 3 таких рыбы, вам подарят отвар удачи. После вылова 5 редшайших видов рыбы, в вашем рюкзаке опять появится отвар удачи и еще немного опыта сверху. Ну и за 10 очень редких рыб вы получите фиксированную награду в виде путевки на залив Александры. Последнее достижение, имеющее 3 этапа, направлено на изготовление приманок. Для его прохождения вам понадобится набор для приготовления приманок и как минимум одна из книг по изготовлению блесен. Простой способ прохождения это покупка дешевых желтых и белых губок для изготовления поролоновых рыбок, также деревянных обломков, делая глубинные воблеры. Или другой бесплатный вариант, ловля устрицы от 135 грамм и мидии от 105 грамм для изготовления колебалок. После преодоления отметки в 10 изготовленных приманок вы получите обыкновенную и медную банку. За изготовление 50 приманок вам дадут обыкновенную банку, медную и позолоченную. Ну и за сотню приманок вы получите целый набор всех существующих банок в игре. Казалось бы приз неинтересный, но имея несколько аккаунтов и всего один набор для изготовления приманок, можно даже что-то с этого поиметь, делая из позолоты дорогостоящие вращалки. Единственные достижения, имеющие 4 этапа, направленные на поломку удочек. И если вы не рукожоп, то специальное выполнение этих линеек займет у вас очень много времени, стоит оно того или нет, решать только вам. Поломав 10 удочек, вас напоят украинской горилкой. После поломки 50 удочек вы получите действительно немножко опыта. Сломав 100 удочек, вы пересекли точку невозврата и 500 поломок уже дело времени. Достижения в виде 500 сломанных удочек за много лет игры я не видел ни у кого. Возможно из-за того, что просто не обращал внимания, а возможно потому, что большинство игроков хотя бы более-менее адекватны и не стали бы убивать столько времени за всего лишь иконку и ничего больше. За выполнение всех достижений в игре никакого дополнительного приза или медали, как за само достижение, к сожалению, не положено. Хотя в перспективе с этого можно было бы сделать довольно интересный и своеобразный квест. Следующая линейка имеет 5 заданий, влияющие на карму персонажа. Отпустив первых 30 рыбок, вы получите блесну 51-12, маленькую с обычного магазина. За все следующие 3 этапа в 100, 500 и 1000 отпущенных рыбок вам будут давать некое количество опыта. За 10 тысяч отпущенных рыбок вам положена лицензия на вылов трех рыб на базе кола, а именно семги или кумжи, за предъявление которых вам опять насыпят немного опыта. Только сейчас при монтаже видео заметил, что линейки достижений в зависимости от типа имеют с каждым следующим на один этап больше, от 1 до 10. Достижений с видовым разнообразием есть 6. Выловив 5 видов рыбы, вам дадут 5000 игровой валюты. За вылов 10, 20, 30 и 50 видов вам будут постоянно выпадать рандомные путевки, как ранее сказано в большинстве случаев, именно дешевые и бесполезные. Но бывает и исключением, не однажды выпала путевка на Миссисипи на целых 3 дня. После вылова сотого вида вы получите хорошую катушку на 130 мощности. За достижение 50 отловленных рыб, имея в виду количество, вы получите набор прикормок, а именно карт карась и большую плотву. Поймав сотую рыбку, вам дадут самую бесполезную награду, актуальную в году так, в 2010 в виде катушки на 10 мощности или удочку на 5 килограмм. Пятисотая рыба принесет с собой достижение и вместе с ним путевку на Ахтубу. За тысячную рыбу вы получите катушку на 100 мощности. За пятитысячную рыбку вам дадут путевку-двухдневку на Северную Ладогу. Поймав пятидесятитысячную рыбу, наградой будет путевка на озеро Давлейк. И за стотысячную пойманную рыбу вам дадут трехдневную путевку на Большой Шантар. Следующая категория – это вес рыбы. Рыба весом более одного килограмма принесет вам две тысячи рублей. Поймав вес более пяти килограммов, вы получите опыт. За рыбу свыше десяти килограммов вам дадут леску на пятьдесят килограмм. Взяв награду с предыдущей ступени данного достижения, можете поймать рыбу весом от пятидесяти килограмм и получить за это трехдневную путевку на Урал. На Урале можно поймать сама свыше сто килограммов и получить за это отвар силы. А дальше возьмем небольшую паузу. В следующих достижениях и некоторых других нам не дается полная награда, а заменяется на опыт. Из-за недостаточного количества игровых дней на аккаунте, как это работает в промыслах. По моему мнению, сделано это для того, чтобы игроки, которые как я проходят звезды с новых аккаунтов, не получали слишком уж много, даже с учетом того, что разрабы за это получают пятьдесят рублей и им все равно жалко. За рыбу от пятиста килограмм вы получите катушку на сто пятьдесят мощности, взяв во внимание вышесказанное, в противном случае будет опыт. Кстати, выловив рыбу более пятиста килограмм на маленьких разрядах без достаточного количества игродней, вам дадут опыт, который в свою очередь даст вам достижение за одну из цепочек начальных разрядов. Опыт и достижение появятся, но разряды в профиле не отобразятся до первого перезахода в игру. Просто очередной баг. А рыба весом более тонны принесет вам отвар силы и доску из красного дерева. За рыбу от полторы тонны вам дадут два дня путевки на Сейшелы. За рыбу от двух тонн выдадут катушку на сто семьдесят мощности, по крайней мере вы давали раньше. Проверить свою теорию у меня нет возможности по причине отсутствия аккаунта с достаточным количеством игровых дней и непойманной рыбы свыше двух тонн. Если я где-то ошибаюсь, напишите об этом в комментариях. Ну и самая длинная линейка достижений за разряды. За пятый разряд вы получите двадцать опарышей. Достигнув десятого разряда вы сможете посетить реку Паша. После пятнадцатого разряда вам добавят тридцать тысяч игровых рублей. На двадцатом разряде вам начнут выдавать удилища серии Power Stick и первой из них станет удочка на тридцать килограммов. На промежуточном двадцать пятом разряде вы получите путевку на Амур. На тридцатом разряде всем достается удочка на семьдесят килограмм. Тридцать пятый разряд принесет удочку на сто двадцать пять килограммов и путевку на Дельту. Удочкой все из той же серии вас наградят за сороковый разряд и вдобавок преподнесут путевку на реку Лабынкыр. За пятидесятый разряд награда уже интереснее. Эта удочка на шестьсот восемьдесят пять килограммов и путевка на залив Александры. Ну и последнее задание на сегодня имеющие самый ценный приз это достижение сотого разряда, за который вы получите удочку Power Stick Magma на тонну сто пятьдесят стоящие чуть более двухсот миллионов. Ну и еще немного общей информации по достижениям. Чтобы получить все награды за каждое достижение, вам придется их выполнять последовательно, не пропуская ни один из этапов. Пример. Вы поймали рыбу сразу на две тонны, в таком случае награда будет выдана только за последний этап достижения, направленного на вес, то есть за рыбу от двух тонн. Чтобы получать полные призы за все линейки таких достижений, как вес рыбы, необходимо иметь не меньше пятиста игровых дней на аккаунте, в другом случае вы будете получать опыт вместо полноценного приза. Одновременное получение нескольких разных достижений ни на что не влияет и они будут отображаться по очереди. Но как было сказано ранее, получая более высокие этапы одной линейки, будет доступна только последняя награда и также отображение этого достижения. Жаль, что нашу игру не развивают, но в качестве интересного обновления стало бы продолжение существующих линеек достижений, а также добавление совершенно новых, благо идей для этого целый вагон. Также неплохо было бы внедрить где-нибудь шкалу прогресса прохождений достижений, так, кажется меня опять не туда понесло. Ну вот и все, наконец-то мы прошлись по всем достижениям в игре, очень давно я хотел сделать данное видео, но оно получилось очень сложным, как в сборе всех видео фрагментов, так и при монтаже и записи. Поэтому всем спасибо за полный просмотр, не забывайте ставить лайки и писать комментарии, ну а на канал я думаю вы уже все давно подписаны. А для самых верных зрителей предлагаю получить мини бонус. Кто первым напишет мне в личные сообщения, какое количество багов в этом видео я поймал, или напишет ту же цифру при добавлении в друзья, получит от меня 100 миллионов игровой валюты. На этом все, всем удачи и до встречи в следующем видео, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok